Планета Тау Валантис, терра инкогнито нашей галактики. Этот научно-технологический прорыв должен поистине стать манной небесной, дающей людям бесценный дар доступ к неограниченной энергии, исходящей от обелисков источник, которого мы так долго здесь искали. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гедон, и мы продолжаем играть в Dead Space 3. На этот раз вас ждет еще одна, да-да, вы не ослышались, еще одна дополнительная миссия, которую мы начинаем проходить прямо сейчас. Итак, куда нам нужно отправиться? Нет, мы ее еще не начали, поэтому, да, вот эта дверь, откуда мы выйдем, видимо, когда ее завершим, а вот эта дверь, куда нам нужно войти. Посмотрим, что же эта дополнительная миссия нам принесет, я пока плохо понял, куда мы даже отправляемся. По ней. Бонус миссия, отсек утилизации. Посмотрим, что здесь утилизировали, а что еще осталось. Надеюсь, что-нибудь все-таки для нас припасли они. Получена миссия. Найдите все, что уцелело после очистки. Ох, елки, вот это начало. Так, будем действовать как-нибудь издалека лучше, издалека лучше действовать, издалека, издалека. Перекатываемся. Вау, вот это было неплохо. Можно было, конечно, и получше. Так, еще один. Главное ноги отстреливать. Ноги это, у них все прямо в ногах, у них все мозги на ногах концентрируются. Так, давай-давай-давай, ЕС убили. Следующий, следующий мразь. Кончились, ну все. Кончились, это хорошо. Да, неплохой пулемет, неплохой, очень неплохой. Хотя, конечно, подствольную вещь можно и сменить было. Давайте почитаем, что у нас текстом сообщений. Джон Гаскелли. Кому? Генерал Махат. Тема. Утилизация. Согласно вашему приказу, холлы забиты всеми исследовательскими документами, лабораторным оборудованием и биологическими образцами, которые мы смогли найти. Команда утилизаторов в полной готовности и только ждет вашего приказа. Все еще нет никаких данных о Сирана или о Зайдте. Вот так вот, значит, доктор Сирана все-таки спрятался где-то. Видимо, он может быть еще... Нет, ну конечно, не может быть жив. Мы прибыли сюда через 200 лет после событий, о которых мы сейчас читали. Но, может быть, он где-то оставил очень-очень полезные данные. Может быть, все-таки его не прибили, как всех остальных. Итак, у нас появляются ведьмы. Нам надо быть очень аккуратными с ними. Потому что, да, видите, как они взрываются? Ага. Это самая главная опасность у них. Самая-самая главная опасность. Бот ждет на станке. Хорошо. Хорошо. Если станок попадется, то мы обязательно запустим его на новую миссию. Надеюсь, что эта дополнительная миссия будет такой же короткой, как и предыдущая. Но, не знаю, не знаю. Как пойдет. Посмотрим. О, у нас одноразовых аптечек дофига. Хорошо. Я редко пользуюсь, кстати, стазисом, как вы заметили. Потому что... Не знаю, не мое это, наверное. Так, взорвали. Перезарядочка, пока есть время. Как интересно, когда он прямо в воздухе его разрывает, он еще не долетел до земли. Да что же вы за мрази-то за такие, а? Так, мне надо выбраться отсюда как-то. Потому что эти уроды меня сейчас сожрут здесь. Фух. Пилорез. Ой, он нам хп-то снизил, а? Вы посмотрите. Все дополнительные аптечки свои потратил. Одноразовые. Сволочи. Просто зажали меня в углу и начали долбать. Вот это, конечно, я к этому очень слаб. Очень я к этой технике их слаб. Когда они в углу зажимают, я даже выйти не могу. Вот что самое гадкое, конечно. Ну, не нужно мне самому этого позволять, действительно. Сам виноват, сам лажаю. В принципе, так сказать, пак мобов был несложный. Так что ничего особенного. Вот опять сейчас полезут, наверное. Хотя нет, вроде... Видимо, на обратном пути полезут, когда мы отсюда уже побежим. Пока что мы можем что-то взломать. Надеюсь, взлом будет несложным, потому что это проходной взлом, а не дополнительный. Бывают, конечно, дополнительные взломы. Вот там я помню, как нам пришлось хорошенько, так сказать, оттянуться на нем. Я взломал там, по-моему, за последнюю долю секунды. О, боже мой. Ведьма. И затихло все. Вот это меня всегда удивляет. Что-то произойдет. Потом бах, все затихло. Все, все тихо. Ох. Конечно, от наступления, так сказать, монстров нас могут спасти только лифты. Потому что только, так сказать, войдя в лифт, мы можем уйти из данной зоны. Они не полезут через... Понятно. Стандартная задачка. Они не полезут через... Решетки. Конечно же. О, прекрасно. Давно не виделись. Вот уроды, а. Стоять. Перезаряжаемся. Ведьма. Ох. О, боже мой. Этих с гаечными ключами просто доставучие твари. Никогда меня не пугали, зато доставали. Во, быстренький скоростной пришел. Слушайте, я ему башку отшиб, а он живой. Морозин, а. Кто там опять? Вот этот... Когда он ползает... Ненавижу. Боже мой. Сколько ж можно. Остановись. Хватит ползать. Свинья поганая. Где мой гранатомет? Мне нужно гранатомет сюда под ствольником поставить. Честное слово. Как раз для дальнего боя, так сказать. Да, а ведь... Помните, там была такая же загадка, когда у нас тоже была дополнительная миссия, где нужно вот эти вот штуки было делать. Ага, ну, соединять в смысле, я имею ввиду. Там тоже монстры у нас лезли. Но... Чё, заработало? Не понял. Неполадки с мостиком. Нет, не заработало. Или заработало? Я не понимаю. Вроде все контакты соединены. Ну что, ничего-то не хватает, что ли? Что-то я, наверное, не так соединил. Что-то, наверное, не так должно быть. А может и так. Что не то? Все вроде горит. Куда я что должен подсоединить? Хм. Странно. Бот ждет на станке, это хорошо. Но у нас все еще неполадки с мостиком. Хотя я слышал что-то, что... Что-то там двигалось. Что-то жужжало. А, нет, стоп. Смотрите-ка, мостик-то опустился. Иначе все вроде в порядке должно быть. Хорошо. Тогда мы лезем. Что-то я не понял. Здесь еще одна лестница. Нафига мы его опускали? Не знаю. Я не знаю. Это... Так, куда нам нужно двигаться? Да, наверх. Это логика. Мне непонятно, зачем мы опускали мостик, когда можно было залезть по лестнице. Странно все это, в общем. Может быть, действительно можно было залезть по лестнице и плюнуть на этих дураков. Ну да, может быть, так. Забежали бы в лифт. И как раз бы вышли из этой зоны. Они бы за нами не погнались. Ни за что. А тут нам придется, видимо, еще одну пачку изничтожать. Монстров. Так, теперь нам туда. Хорошо. Что-то знакомые какие-то... Переходы? Я вас всех нахер заморожу, тварей. Заморожу? И убегу. Или убегу и заморожу. Все, всех перебили. Мразь, я мелкая, ненавижу ее. Вот этих уродов. Просто ненависть у меня к ним. Лютая, лютейшая. Хух. Перебили. Главное вовремя растянуть врага по территории. О, боже мой. О, боже мой. Она на нас добежала. Она еще и без своего пуза может бегать. Ой, мразина, а. Ужас просто. Так, подзарядились мы аптечками. Поднимаемся наверх. Да, все тяжелее и тяжелее у нас эти дополнительные миссии. Все больше они из нас соков высасывают, так сказать. И как-то не очень много нам отдают взамен-то. На самом деле. Подождите, а это что, еще один мостик? Да, еще один мостик. Ну, зоны, конечно, я вам скажу. О, боже мой, сбой энергосистемы. О, нет. Все двери закрылись. Сейчас начнется. Сейчас начнется. Ну, в общем, оно уже началось. В общем, пилорез ждет вас, ребятки. Следующие. Давай, тварь. Налетай, уроды. Налетай, налетай. Мразина, а. Мразина. Он еще даже когда упал, что-то там пытается меня ударить. Ху, пилорезик. Ох, я готов тебя расцеловать. Ты просто спаситель мой. Пилорез. Фу, отличный. Может, и на пулемет представить его. У нас в статье есть он, уже готовый модуль. Его даже собирать не нужно. Так, ну... Нет, в принципе, это не похоже было на последний бой, так сказать. Давайте к станку подойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Что нам бот принес. Давайте пилорезу я усилию. Отлично, у нас два бота готова. Пилорезу усилию атаку. Мы собрали... Нашли, вернее, модификатор. А, нет, стоп. А что мы тогда? На темп стрельбы? Темп стрельбы обойма. Обойма у нас нет, но урон все еще. У нас на перезарядку просто дофига этих дополнений. Просто дофига, честно сказать. Так, ну тогда я хочу модернизировать это оружие. И вместо этой пневматической горелки брали его, нижний блок, и выберем что-нибудь повеселее. Например, пилорез или излучатель Теслы. Хотя излучатель Теслы был бы неплох, но я может создать новый блок. Гранатомет, где он тут был? Электрический зонд. А, нет, это выпускает стрелы из закаленного сплава. Излучатель Теслы, плазморез. Использую для резки ионизированную плазму. Нет, он не подойдет. Сейсмонолизатор. Сейсмический датчик. Да, вот это я хотел сделать, но у нас вольфрама не хватает. Может быть что-нибудь разобрать мне? Давайте я зайду в этот. На складик и какое-нибудь оружие разберу. Которое нам уже не нужно. Которым я не хочу пользоваться. А не хочу пользоваться я, кстати говоря, дробовик и гранатомет. О, кстати. Нет, его разбирать я не хочу. Хочу разобрать я вот эту штуку. Силовой резак. Так, Т. Разобрать. Разобрать оружие? Да, разобрали. Хорошо. Теперь, наконец-то я, наверное, смогу сделать. Создать новый блок. Что, нет? Что у нас прибавилось тогда? Странно. Странно, странно, странно. У нас два излучателя Тесла появились. Видимо, мы разобрали его и получилась у нас такая вот ерундистика. Так, ну тогда я хочу зайти. Раз уж такие пляски у нас пошли интересные. Разберу я вот этот дробовичок. И тогда соберу из гранатомета, который мы должны были получить. Вот, пожалуйста, мы получили этот гранатомет. Поставили его сюда. Цепи у нас тут. А что, предыдущие цепи все пропали? А, нет, смотрите-ка, они все вернулись сюда. Супер. Урон на... Нет, нет, нет. Сначала я хочу... Тогда уж... Тогда уж если модернизировать, тогда сейчас мы замодернизируем пилорез наш. Безусловно. Он удобен. Он еще как удобен. И мы ему сейчас забурим целых два урона. Прекрасно, прекрасно. Так, ну и вольфрам я пока тратить не буду. Сейчас улучшим гранатомет и можно отправляться дальше. А то я что-то у станка застоялся. Прям как настоящий рабочий. Куда уж мне. Так, темп стрельбы. Темп стрельбы действительно был бы неплох. Перезарядка темп стрельбы мы добавили. Теперь у нас будет здесь обойма. Перезарядка добавили. Урон, безусловно, урон. Урон перезарядка добавили. И добавим урон... Урон и темп стрельбы. Прекрасно. Так, все. Улучшили мы. Просто вообще мощнявое. Теперь у нас оружие будет. Просто шикарно. А то это заморозками я на самом деле немножко как-то... Вышибало. Из колеи. Потому что не особо она и морозила. Ну зачем нам морозить, если у нас есть стазис-модуль, честно. Честно сказать, это совершенно-совершенно не нужно. Я все жду, пока мы найдем наконец-то хранилище. И уже уберемся с этой миссией. Потому что дополнительная миссия, хотя может быть, оказаться интересна. Но, по-моему, интересней, так сказать, первой миссии уже не будет. Ну, в смысле, не первой миссии вообще, а первой миссии дополнительной. Конечно. Давай, сдохнем. Да это мразь мелкая, которая здесь ползает. Меня уже просто из себя вывело, честно вам скажу. Просто слов у меня нет. Вот вам всем твари уродливые. Фух. Нет, вы поглядите, а. Лезут и лезут. О, кажется, мы вольфрам нашли. Теперь у нас достаточно вольфрама. О, гаечный ключ валяется. Ха-ха. Ну и куда нам дальше идти? Все здесь закрыто. Сюда, что ли, да? Да, сюда. Может, сразу стоило сюда бежать? Не знаю. Опять эти копипастовые комнаты? Уже сто раз мы такие видели. Давайте почитаем, что написано. Хоть это по-разному написано. Ситуации первого контакта по уровням. Первый. Никакой опасности инфекции или заражения. Второй. Средняя опасность инфекции или заражения. Требуются стандартные процедуры стерилизации. Третий. Локализованная эпидемия. Зараженный персонал отправлен в карантин. Четвертый. Опасная эпидемия. Требуется уничтожение пораженных структур и всего персонала в нутрионах. Пятый. Заражение, грозящее человечеству. Весь персонал непосредственно в районе заражения, а также знающий, что-либо о нем должны быть уничтожены. Все объекты, связанные с выше названным персоналом, должны быть уничтожены. В случае невозможности уничтожения требуется глубокая консервация. Похоже, так они и сделали. Глубоко-глубоко законсервировали. Так, мы не делали торсионный вал, значит нечего нам и ждать. А, и судя по лифту, нам нужно отправляться вниз. Но что у нас здесь? Что у нас здесь, меня интересует. Да, здесь ничего нет. Просто комнатка. Комнатка с закрытыми дверями. Давайте отправляться на лифте. Раз уж мы сюда пришли. О, надо ботов бы отправить. Интересно, может его в лифте отправить. Будет забавно. О, у нас ни одной аптечки. Зашипись. Просто супер. Ни одной аптечки. Я пытаюсь нажать, вот видите, ку. Чтобы он аптечку использовал. Фонарик только подмигивает, ничего не происходит. Ну что же, нам придется быть очень, очень, очень аккуратным. Смотрите на царапины, будто кто-то кого-то выволакивал отсюда. Или наоборот разрубал. Ладно, первый бот пошел. Ну, хоть патронов у нас достаточно. И на том спасибо. А вот аптечки у нас ни одной. Так что, когда начнется мясо, оно начнется прямо сейчас. Оу, я еще и в стазисе упал замедленный. Обалденно. Я еще и стреляю медленно. Так, надо бежать. Фух. Ох. Ё-моё. Ох, ё-моё. Все. Мы выбили аптечку. Хоть одну. Две аптечки. Фу, я подлечился. Фух. Игра, кажется, дала мне шанс, так сказать. Небольшой, но все-таки дала шанс. Фух. Я думал, кто-то крадется уже. Давайте ботер здесь отправим еще одного. Хотя, похоже, мы уже одного отправили. Да ладно, бог с ним, на самом деле. С этим ботом пусть собирает. Можно вернуться сейчас, кстати, и посмотреть, что там лежит с этим вольфрамовым валом. Вместе вернуться и посмотреть. Давайте так и сделаем. Правда, лифт что-то долго у нас ехал. Ну, ладно, ничего страшного, я думаю, не случится. Если мы немножечко, немножечко вернемся назад и посмотрим, что же там интереснее. А вдруг там, правда, что-то интересное. Конечно, теперь миссия у нас укладывается где-то в полчаса времени. Так, примерно целая дополнительная миссия на одну серию выходит. Да, хотя прогресса она дает нам совсем-совсем мало. Ну, а как еще им, видимо, было растягивать игру, кроме как делать вот такие дополнительные миссии? Потому что, безусловно, мы бы уже ее прошли. Тут говорить не о чем совершенно. Ну, я же установил. Все. Раскрутили. И пойдемте. Да, открывай, открывай, открывай. О, все шкафчики открыты. Может наградить... Да, она наградилась... Эта комната наградила нас аптечкой. Модификации. Что дала? Две обойма темп стрельбы. Дополнительный блок, какой она нам дала. Эта комнатка. Оптический прицел. Какой бред, боже мой. Коробка запчастей. У-у-у, слушайте, ну неплохо. Две коробки запчастей. Не зря я вернулся. Надо будет по пути назад-вниз сделать еще один торсионный вал и все время таскать в рюкзаке по одному валу торсионному. По-моему, в этой миссии уже вторая комнатка с торсионным валом встречается. Но благо у нас вольфрама, в принципе, уже добавилось. Вольфрама, в принципе, достаточно много у нас уже. Поэтому можно особо не беречь на будущее, так сказать. Куда же мы спускаемся на этом лифте? Ёлки-палки. Мне все-таки интересно. Вот когда мы на лифте едем, мы действительно как-то вниз спускаемся по уровню? Ну, то есть физически персонаж спускается или нет? Или там мигают эти долбаные лампочки, а мы спускаемся буквально чуть-чуть там, просто чтобы перейти под пол следующего уровня? Может и так, конечно, есть. Давайте скрафтим вольфрамовый торсиончик. Да, собрали. Все. Достаточно. Может быть, скрафтить новое оружие, кстати? Можно скрафтить новую оружию. Оружию. Собрать и снарядить этот модуль оружия. Нет, не надо. Подождите, пока что не надо. Я хочу по рецепту создать, найти то, что мы нашли. Где-то там была. Вот она. Жаркая смерть. Компактный труборез и улучшенный огнемет, усиленный подборщиком патронов. Ну, неплохо, конечно. Но у нас уже есть труборез и другой. На это тратиться мы уже не будем. Так, давайте отправляться дальше. Я очень надеюсь, что это все-таки будет конец. Сейчас нам дали две обоймы. Слушайте, что-то нас подзарядили. Подзарядили нас не к добру. Текстовое сообщение. Прочитаем. От Эмбрууса Кайдена. Кому? Генерал Спенсер Махат. Тема. Пятый уровень. Получив ваш отчет об открытиях доктора Сирана и учитывая замеченную активность на тестовой площадке обелисков, нами было принято решение активировать пятый уровень опасности заражения. То, что мы думали могло спасти нас от уничтожения, гарантированно истребить всю человеческую расу. Все касающиеся обелисков, исследования, копий, в том числе и черный обелиск, должны быть навечно похоронены. Все построенные объекты уничтожены. Все планеты, связанные с программой, внесены в черный список. Весь персонал, занятый в программе, от Асперы и Егиды-7 до Тау-Валантиса, казнен. Мы понимаем, что это серьезно подорвет наши силы в дальнейшей борьбе с сепаратистами. Вне сомнения, они воспользуются моментом, чтобы сформировать правительство Земли на тех руинах, что мы оставляем после себя. Но сейчас речь идет о выживании всего человеческого вида. И это приемлемая цена. Стоит лишь одному человеку, кораблю или чертежу попасть в их руки, и все наши жертвы окажутся напрасными. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы выполните приказ. Для меня это было честью работать с вами. Все эти годы. Долгой жизни колониям. Знаете что? А вот начиная с этого момента, я уже не так сильно как-то, ну, мягко говоря, злюсь, да, так на этого Махада. Вот он парнишку застрелил, застрелился сам. Все это выглядело как-то ужасно. А теперь, теперь это действительно малая жертва за спасение всех людей. Очень малая жертва. И, похоже, мы... Хотя нет, тайничка-то сверху нету или есть тайничок. Ну-ка сейчас мы посмотрим. Да, вот он тайничок. Точно такой же конец, как в одной из миссий. По-моему, вторая или третья, если я не ошибаюсь, дополнительная. Сейчас мы это активируем и начнется мясо. Вот, мясо уже началось. Давай, давай, давай. О, нет, 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 только не отвлекай нас. Ах ты, мразь, боже мой. Он столько времени тратит. Хотя, по-моему, пока он на нас прыгает, вот тут вот у нас на голове, вроде никто... А, нет, 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 я ошибаюсь. Ох, мы взорвали эту мразь. Кто еще? Вон она идет, сволочь. Сдохнет, тварь. Фух. Перебили всех? Нет. Нет. Нет, еще не все. Она просто отдала нам, так сказать, передых небольшой, так сказать, миссия или игра. У нас появился скоростной урод. Мы его перебили. Хорошо. Хорошо. Ах ты, чертова голова, ходячая. Как же я тебя ненавижу, да, бразь ты. Сдохнет, 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 сдохнет. Фух. Все? Нет, еще не все. Еще далеко не все. Сдохните, твари, сдохните, мерзкие мрази. Сдохнет, сдохнет, сдохнет. Где еще? Ох, ведьма только бы к нам не подошла. Ай! О, нет! Фух. Мы еще живы. Мы еще живы. Сдохните, боже мой, сколько же вас-то здесь, а? Обалдеть. Вот это скоростной урод. Да что же это такое-то, а? Ваши здесь просто... Сколько же вас тут? Стреляй! Ес. Немножко отступим, так сказать. И продолжим нашу атаку. Где бы аптечку найти? Вот единственный сейчас вопрос, который тревожит меня. Где мне найти? Я видел аптечку. Мразь. Сдохнет, 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 сдохнет. Фух. Подлечились чуть-чуть. Все? О, боже мой, все. Фух. Ну, миссия. Ну, дополнительная, я вам скажу. Ну, и тяжело сейчас нам было. Фух. Нам опять нужно куча, куча аптечек. Очень много. Бот ждет на станке? Хорошо. Пусть ждет. Мы скоро придем. После того, как я морально оправлюсь от этого кошмара. Да. Ну и капец же. Мы нашли еще один артефакт. Давайте прочитаем. Обнаружен Тау Валантис. Тау Валантис была открыта в результате крупномасштабного исследования красных обелисков, созданными людьми по образу и подобию инопланетного артефакта черного обелиска. Красные обелиски благополучно изъяты и доставлены с эгиды Семи и Асперы на Проксим и Центавра. Сами по себе представляли загадку, так как были скорее выращены, нежели построены. По мере изучения красных обелисков становилось понятно, что они не генерируют сигнал, а ретранслируют его. Для триангуляции поступающего сигнала была построена матрица Птолемея с использованием трех красных обелисков. С ее помощью удалось обнаружить источник сигнала, который, как оказалось, находился в отдаленном уголке космоса, куда не долетал ни один космический аппарат. Планета Тау Валантис, терра инкогнито нашей галактики. Этот научно-технологический прорыв должен поистине стать манной небесной, дающей людям бесценный дар доступ к неограниченной энергии, исходящей от обелисков источник, которого мы так долго здесь искали. Ну, в общем, да, вполне себе, так сказать, натуральное развитие событий. Мы нашли вариатор точности, компрессор, подборщик патронов, аптечку, набор инструментов, конический рассеиватель. Неплохо. Ох, неплохо, я вам скажу. Совсем неплохо. И надеюсь, здесь есть где-нибудь дверка, через которую мы можем слиться отсюда как можно быстрее. Да, да. Вот это та самая дверь. Так, боты ждут нас на станке, давайте все, что нашли, тут же выложим. Вон, вон сколько, еще два бота с кучей ресурсов. Ну, не с кучей, конечно. Кстати, мы почти набрали достаточное количество полупроводников. Да, есть, теперь мы можем наконец-то улучшить костюм. Фух, это было тяжело. Слушайте, а что если мне просто создать большую аптечку, например? Сколько он стоит? Соматический гель, 240. Давайте я средних аптечек насобираю. Все, пусть будет у нас пять средних аптечек. Давно я не собирал аптечки. Итак, нам нужно отправляться. Ну, теперь уже туда. Давайте ботов здесь одного выпустим. Следующего уже в следующем помещении, которое у нас будет. Наконец-то мы завершили эту дополнительную миссию. Безусловно, да. Было жестковато. Я вам скажу, было действительно жестковато. Опять этот долгий лифт наконец-то вытаскивает нас на поверхность, откуда мы и пришли, дабы завершить нашу дополнительную миссию, сохраниться и отправиться уже наконец-то дальше по основной нашей миссии. А сверху, как мы помним, нас ждут эти ребятки. Сканируют территорию, выжидают, куда мы могли направиться. Да что же это такое? Вы мне расслабиться не дадите никогда. Что это сейчас происходит? Какого хрена они вообще лезут? Фух. Обалдели, а? Вы поглядите. Ничего мне не дают сделать. Это просто кошмар какой-то. Лезут и лезут. Да. Ну что же, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение данной, по-моему, 21-й части, если я не ошибаюсь. Ух, как далеко мы забрались. Скоро конец. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok